МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беспрецедентная акция. Бессмертный полк. В таком формате, когда в одном эфире сразу две телекомпании, мы на самом деле работаем в первый раз. И сегодня мы постараемся сделать так, чтобы вы, уважаемые телезрители, услышали, как можно больше человеческих историй и судеб, которые скрываются за портретами, которые сегодня принесли на акцию участники. Я представляю, что мы сегодня не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Я представляю своего отца Иванова, сынокомпий Ивановича. Он ушел на трон в 1045 году и прошел всю войну. Он прошел отечественную, пинскую, яблоню, китай доехал. Он вернулся только в 1945 году. Думали, пропал, нет ни его живых. Участвовал в освобождении Ленинграда. Через Ладожское озеро возил снаряды на своей полуторке. Он водитель, рядовой водитель. И он рассказывал, есть не было ничего, не было холодных, холодных. Но был приказ, приказ водить машину в Кайпене нельзя. Только на подножке, на подножке. Потому что, говорит, едем через Ладожское озеро, там снаряд падает. Машина, как уходит, впереди, все. А я, говорит, это, говорит, только на подножке. Это его сестра. Так, что она рассказывала, расскажите ее историю, что она говорила о дне победы в 1945. Во время войны они даже не встретились. Когда они приехали на родину, станция траки, это наша остановка. И там они встретились, на одном мешалоне ехали вместе. Они не виделись, не знались. Когда они с поезда, значит, вышли и встретились случайно, конечно, на ура. Дован жаржавы наслы ворожи бетнеринбе шиит мэль два дыжу эртре. Бере жуду бул аслы парнялене ветеран зын ежи вара шувыран жул чакса х规рач. Чувашинре вызым гале пилек шыритла жин юлна. Шаржабэбе вара шит мэль бинютларах ветеран. Шуры зухалы салдаксе им сайралза бурашу бузанда гвозин батырлыгы елана х биры насыра. Перевызым бе баян вилям зир полк перлештереть. Калыр Хадархашин, Зиринбе Баян Строира, кому дать перли? 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 Отец, какова история его войны? Зиринбе Баян Строира, который родился в Яльчикском районе, село Лаштеба. С 1942 по 1945 год он воевал и 558-й минометный полк Белорусский фронт. Имеет орден Красной Звезды, медаль за отвагу и за боевые заслуги. Что он рассказывал вам? Что вы вспомните самое яркое? Очень маленький, он рано ушел. Действительно праздник со слезами на глазах по-другому и быть не может. Все-таки что для вас День Победы? Что вы детям расскажете? Ну, великий праздник. Я горжусь, что я в этой стране родилась вообще. И для нас это самый важный праздник. Как бы не Новый год и 8 марта, а День Победы. Это, конечно, великий праздник. И детям, мы даже внукам рассказываем. Я, например, у меня внучке 9 лет, и я ей все рассказываю и показываю фотографии, естественно. Это портрет моего отца и дедушки моего. Мы четвертый год участвуем в акции «Бессмертный полк». Мы благодарны отцам и дедам за победу, за наше мирное небо над головой. Как только началась эта всероссийская акция «Бессмертный полк», я стала участником этой акции. Благодаря моему деду Буткину Петру Семеновичу. Мой дед участвовал на Третьем Белорусском фронте. С войны вернулся он. Он был разведчиком. Победу встретил в Кенигсберге. После этого он еще два года учился в Кенигсбергском военном строительном училище. Хотел остаться полностью, но трудовая битва еще была в колхозе. И он вернулся в свой родной колхоз, в село Борецкое. Там он сдвигал свою любовь Анну Ермонову. Они поженились. Вот и я теперь стала его наследницей победы. Куба Майя Ольга Егоровна Маркина. Ширшеван Депхулы не Москва. Москва Женевич сегелеген самолет сене, кардиняйчасыне, уярса ильсе зенечек сене партаданы. А Куба Шивара Лаврентий Николаевич Адылшиншедана. Это Ефимов Степан Ефимович. Он пошел на фронт в 42-м году, когда ему было 18 лет. Также он был разведчиком артиллерии и служил под Ржевом. Когда ранили главнокомандующего его полка, он взял главнокоманду на себя и возглавил полк. В 45-м году был награжден медалью за отвагу. Куба Шивара Лаврентий Николаевич Адылшиншедана. Федор Захарович работал начальником почты в деревне Большая Отмене Красночитайского района. Его одним из первых призвали на войну. Федор Захарович недолго прослужил. Он вот красноармейцем ушел и красноармейцем остался, потому что в декабре 41-го года он уже погиб в битве за Москву. Я считаю, что акция Бессмертный полк именно для тех, как он, которые не дожили до победы и никогда сами не участвовали в параде победы. И наш долг, долг внуков и правнуков пронести их в параде победы хоть раз. Два дочула отозвольно. Эдим историем, чей хорушо горчо ихщан маначмей истории был за Юля. Горчо перекрил мариней Яланах, астрадыца лобкалахал праза буронар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова